Аркхем Найт Аркхем Найт Аркхем Найт Начнем по порядку. Давайте напомним вам, что место действия новой части Бэтмена разворачиваются спустя год после событий Аркхем Сити. Город еще не успел оправиться от нападок Джокера, а тут уже маячит новый антагонист в лице пугала, который изрядно потрепал нам нервишки в первой части. Он приказал жителям города в течение суток покинуть город, иначе всем будет хана. А чтобы послание доходило более наглядно, пугало использует личную армию наемников, на вооружении которых стоят танки и химическое оружие. Ну и конечно, куда без колоритных персонажей вроде Пингвина, Двуликова, неизвестного незнакомца в блестящих доспехах и прочих звезд местного Шапито. Итак, люди массово бегут из Аркхема, и в этом кроется одна такая приятная мелочь. Игровое окружение стало более живым. Нет ощущения, что в многочисленных кварталах Аркхем Сити не осталось ни одной живой души, кроме подопечных злодея Де Бэтмена. На дорогах сплошные пробки из автомашины-грузовиков, люди в панике пытаются спастись, а наемники занимаются мародерством. Нельзя не отметить, что по сравнению со второй частью новая выросла по крайней мере в пять раз. По-настоящему чувствуется размах, и касается это не только города, но и размеров зданий. Видать, Рокстаде уж больно понравились натуральные величины строений в Assassin's Creed Unity и позаимствовали эту фишку у Бэтмена. Небоскребы смотрятся действительно небоскребами. Повсюду есть наземные железные дороги, в общем, мир смотрится с одной стороны футуристичным, а с другой в стиле Готэма. Ну а чтобы нашему герою было проще перемещаться по таким просторам, разработчики предусмотрели несколько фич. Во-первых, теперь можно цепляться к рукам сколько угодно раз, и Брюс парит куда дольше, чем он это делал в предыдущих Архем игр. Ну а во-вторых, автомобиль. Бэтмобиль — это та фишка, которую, по словам разработчиков, мы будем использовать везде. Сначала все думали, что транспорт будет присутствовать лишь в нескольких миссиях, оказалось, что нет. Самый яркий пример — борьба с танками противника. Наш Бэтмобиль умеет превращаться в Бэттанк, вооруженный гладкоствольным 60-мм орудием, парой пулеметов и прочими высокотехнологичными штуками. Также транспорт можно использовать для достижения труднодоступных территорий. К примеру, можно пересечь реку. Залезаем в Бэтмобиль, разгоняемся со всей скорости и выплевываем Бэтса, а тот допорит до другого берега. Примеров достаточно много, и иногда придется хорошенько подумать, как применить технику во благо героя. Это, к слову, о головоломках, где транспорт также понадобится. Из ряда нововведений стоит отметить переделанную боевую систему. Разработчики понимали, что постоянно долгому тузить одного противника игрокам неинтересно. Поэтому они придумали чейнт-текдауны. Вместо того, чтобы возиться с супостатом по отдельности, можно быстро добивать окружающих неожиданными ударами. Достаточно лишь направить камеру на противника, и вуаля. Правда, такие штуки будут проканывать лишь с рядовыми представителями местной фауны. С более опытными придется общаться контратаками и спецприемами. Иначе придется получить звездюлей. Можно использовать environment-текдауны, где Бэтмен использует окружение против особо опасных дерзостей. Постановка прибавила в разы, окружение тоже стало приятнее, несмотря на то, что Arkham Knight разрабатывается на основе Unreal Engine 3. Стелс-режим и режим детектива есть, но о них рассказывать особо нечего, так как без изменений. И ладно. Ну а в целом Arkham Knight лично у нас вызывает оптимизм. Если перечислить по пунктам, почему стоит купить Бэтмена, то назовем. Большой открытый мир, переработанную боевую систему, интригующую завязку до использования автотранспорта. Встряхнуть Arkham игры нужно было давно, и скорее всего Arkham Knight это сделает. Игра выйдет на новом поколении консолей и ПК в июне этого года. Ну а обладателям старых приставок и устаревших ПК придется сделать Сосай Масай. На этом все. Лайк и подписка с тебя, свежие материалы с нас. Ну а с вами был PreviewsBlog. Желаю вам приятного здравица. Успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова